Гэтыми днями в 1944 году вялась одна из буйнейших за всю историю военная операция под кодовой назвой Баграцион. У вынику яе до конца червеня усе населенные пункты Могилешины были вызволены от немецко-фашистских захопников. У горках с нагодой дня вызволения райцентра урочисто открыли новый будынок ДТСАФ. ДТСАФ – старейшее громадское объединение Беларуси, якое у Тымлику займается и патриотичным выхованием. Нездарма, минавито до дня вызволения горок, промерковали открытие нового будинка структуры. Надеемся, что эта организация будет еще долгие годы жить, так как в горках существует горецкая организация с февраля 1949 года. Решили один вопрос двух структур. Мы с своей стороны нашли хорошего хозяина на неиспользуемое здание, а ДТСАФ приобрели хорошее помещение, чтобы открыть свою организационную структуру. До свято городскому ДТСАФ подарили новую машину для курсантов автошколы. Есть сподевание, теперь тут активно будут развиваться так само техничные, авиационные, военно-прикладные виды спорту. Специалисты областной структуры продемонстровали махчимости. Правительство нам утвердило государственную программу развития ДТСАФ. И эту государственную программу развития ДТСАФ мы выполняем. То есть эта программа у нас нацелена на спорт. Закупаем мотоциклы, карты, ремонтируем самолеты, вертолеты, парашюты. Ну, в общем, короче, все, что касается 22 технических видов спорта. У городских ДТСАФ у разных секциях займается каля 300 выхованцев. Теперь явилась добрая уластная база для проведения споборництва. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, Новины региона.